Кажется, у Дану Айта появился повод для беспокойства. Пару дней назад известный инсайдер Ариэль Хильвани сообщил в Твиттер, что скоро появится новая лига, которая встряхнет всю индустрию ММА. Затем портал Мефиктинг, Хильвани сейчас работает на него, анонсировал создание лиги Уарлдфикт Лиагуэ, WFL, а в нашу редакцию пришел пресс-релиз, в котором говорится, что в 2023 году промоушен Брави Чомбат Федератион запустит Брави Национал Лиагуэ, БНЛ. Лиги разные, но модели организации очень похожи. Тут три варианта развития, или начнется неразбериха, из-за чего лиги потопят друг друга, или будет жесткая конкуренция, благодаря которой WFL и БНЛ добьются значительного прогресса, или же обе лиги будут работать в велотекущем режиме и так и не сумеют пошатнуть нынешний баланс сил в МА. Владельцы WFL пока неизвестны, а вот БНЛ – это бахрейнская история, промоушеном Брави ЦФ управляют шейф Халид Бин Хамад Аль Халифа, а также бизнесмен Мохаммед Шахин. В передаче Маур Хильвани рассказал, что WFL работает с 2020 года, а как юрлицо было создано в минувшем мае. «Группа состоит из нескольких бывших, нынешних профессиональных спортсменов из мира НФЛ, НБА и ММА, в том числе и нескольких чемпионов мира по ММА, пяти бывших уважаемых промоутеров ММА, бывших руководителей ММА, актеров и музыкантов», – сказал Хильвани. WFL и БНЛ заявляют о наличии групп крупных инвесторов, которые будут вкладывать деньги не в какой-либо промоушен, ивент или поединок, а во всю индустрию. В чем заключается революция? В первую очередь в структуре проведения турниров. Есть главная организация, то ли WFL, то ли БНЛ. Это как FIFA в футболе. Есть континентальные конференции, если продолжат проводить аналогии с футболом, то это как у ЕФА, Канмебол и т.д. есть так называемые команды, как клубы или национальные сборные в футболе. По словам Хильвани, WFL планирует создать четыре конференции – Северная и Южная Америка, Европа, Африка и Азия, Океания. Каждая конференция будет состоять не менее чем из восьми команд. Каждая команда должна набрать 24 спортсмена, по три в каждой весовой категории. В настоящее время WFL ориентирована прежде всего на запуск в Северной Америке. У лиги есть шесть утвержденных владельцев франшиз, четыре в США и два в Канаде. Конференция может стартовать, когда будет собрано восемь команд. В пресс-релизе БНЛ отмечается, что в лиге будет иметь значение только спортивный талант, а не конфликты, и треш-ток, мы представим систему, которая позволит бойцам со всего мира стать лучшими в мире, независимо от цвета кожи, вероисповедания, пола или конкурентноспособности. Только талант будет иметь значение. Если у нас будет Леонель Мессив ММА, который не говорит по-английски, и мы не слушаем его интервью, но по-прежнему считаем его одним из лучших в мире. В тот день, когда у нас будет система, которая сможет этого достичь, тогда мы поймем, что у нас есть спортивная структура для ММА. Я слышал о том, что Дана дает официантке 10 тысяч долларов на чаевые, и это была моя зарплата как бойца, цитирует Нью-Йорк пост бывшего бойца Уфч Кайла Кингсбери. Я жил в гараже моей мамы, и у меня были две работы, когда я сражался в Уфч. Я был личным тренером, вышибалой, а еще барменом в стриптиз-клубе. Мы так и умрем в этой чертовой клетке, говорит экс-боец Уфч Нейт Куари. Первый бой в Уфч я закончил со сломанной глазницей и чеком на 10 тысяч долларов. Затем я подвергся жесткому налогообложению, заплатил менеджеру, заплатил за два авиабилета до Аризоны, заплатил за еду и тренировочный лагерь. Мы работаем за бесплатно и заслуживаем большего. Если 10 лет назад низкие доходы бойцов Уфч можно было оправдать относительно невысоким спросом на ММА, то сейчас ситуация совсем другая. Уже 20 турниров Уфч продали более миллиона платных трансляций, 13 из них – после 2010 года. Конечно, с приходом Конора Магригора все стало меняться, однако далеко не для всех. Конор показал, что семизначные гонорары приходят, когда боец показывает яркие перформансы не только в октагоне, но и за его пределами. То есть сколько бы ты ни побеждал, пока не научишься говорить, не жди крупного заработка. Хотя и трешток далеко не всегда помогает. Например, у такой легенды ММА, как Тони Фергюсон, гарантированный гонорар составляет 150 тысяч долларов. И это при том, что он а – яркий боец, б – готов ругаться на пресс-конференциях и в соцсетях, в – у него больше двух миллионов подписчиков в Инстаграм. Что касается стандартного базового гонорара новичка Уфч, то он равен 10 тысячам долларов. Уфч богатеет, а вот финансовое состояние бойцов Лиги не растет. В 2019 году Лига заработала 900 миллионов долларов, из которых, как уже было сказано, только 16% пошли на выплаты бойцам, это меньше 150 миллионов. Зато инвесторы Промоушена, Марко Элберг, Бен Аффлек, Шарли Стерон, Серена Уильямс и т.д. получили за 2019 более 300 миллионов. Понятно, что без инвесторов Промоушен с трудом продержится и вряд ли будет развиваться. Но и без бойцов ему будет не сладко, не правда ли? Почему именно Джейк Пол стал тем, кто подошел к Дани, Уайту, и пролил свет на происходящее, на пропасть в окладах в нашем виде спорта? Сказал Ммофик Тинг, бывший чемпионовч в полутяжелом и тяжелом весах Рэнди Кутюр. Здорово, что законали, выплаты боксерам с дохода от турниров, до 85%, примечание СЭ, работает в мире бокса, но ничего подобного не происходит в единоборствах в целом. Этому нужно положить конец. Парнем, который мог все изменить, был Конор Магригор. Тогда, когда он получил боксерскую лицензию. Но он этого не сделал. Вообще, это очень долгая игра, и переломить ситуацию будет непросто. Нужны коллективные иски. В Уфч делают все, чтобы ничего подобного не произошло. Хотел бы отметить такие организации, как ПФЛ, они могут помочь делу. Там по достоинству платят бойцам. Средний гонорар бойца Уфч за поединок в 2020 году составил 147 965 долларов, в 2019 году – 146 673 долларов. Средний годовой доход семьи в США в 2020 году составил около 45 тысяч долларов. Более трети бойцов Уфч зарабатывают меньше, если быть точным, 210 бойцов, что составляет 36% растера. К слову, на сегодня только у Магригора есть контракт с Уфч, который обязывает промоушен выплачивать ему примерно 32% с продаж трансляции и билетов. Поэтому он и самый богатый боец ММА, даже без учета боя с Флойдом Мивизером в 2017-м. В WFL же готовы делиться с бойцами половиной дохода. Любой владелец франшизы подписывает соглашение, обеспечивающее соблюдение определенных условий, рассказал Хильвани в Маур. В некоторых из этих положений говорится, что он, владелец франшизы, не может получать более 50% доходов. Кроме того, по информации источников, владелец франшизы должен обеспечивать бойцам медицинское страхование, страхование по завершении карьеры и пенсионное обеспечение. Под владельцами франшизы, видимо, подразумеваются команды, те самые, из 24 бойцов. Хильвани подчеркивает, пока еще структура WFL полностью не утверждена, как и модель финансового взаимодействия с бойцами. Но они точно будут обеспечены медицинскими страховками и будут иметь право рекламировать своих спонсоров. Сайт WFL уже создан. Ожидается, что более подробная информация об этой лиге появится в течение недели.